Приветствую вас, друзья! Меня зовут Надежда Надеждина, и в этом видео я хочу поделиться своим открытием, как на сайте, созданном на платформе блогер, сделать галерею картинок. У меня возникла такая необходимость разместить картинки и сделать карусель, чтобы картинки перелистывались, ну вот как здесь, одна, вторая, третья, разместить сразу много картинок. Вот здесь их 32, как вы видите, да, самые разные картинки. Если мы сделаем это стандартным способом, как изначально, естественно, пошла я, то есть сделали сообщение, нажимаем кнопочку «Вставить изображение», выбираем несколько изображений, там у меня выбрано 32, но давайте возьмем хотя бы вот эти, добавить выбранное изображение. Мы видим, что во время публикации сообщения фотография выставляется вот таким образом, что, соответственно, очень неудобно, согласитесь, когда мы хотим, чтобы картинки были видны все, но не занимали так много места. Если же выставлять 30 сообщений, то здесь вообще бесконечная страничка. И, как оказалось, я искала информацию, как это сделать, не могла найти ничего, именно поэтому решила записать это видео. Думаю, если я найду решение, обязательно с вами поделюсь, как можно сделать все-таки галерею картинок. В процессе я находила различные сервисы, очень хорошие, очень профессиональные. Вот, например, Синкопа мне понравилась. Огромное количество разных видов можно делать, внешнего вида настраиваемых галерей, но при этом, к сожалению, поскольку я сделала одну галерею, выбрав уже скин для нее, украсив и так далее, я заметила, что это не бесплатный сервис и количество бесплатного аккаунта сильно ограничено в 50 изображений. То есть буквально 2-3 такие карусели и будет исчерпан лимит. И нужно будет либо заплатить 100 долларов, либо платить 25 долларов каждый месяц и так далее. В принципе, этот сервис того стоит. Он действительно оправдывает эти деньги. Но так как мне нужно было сделать небольшую карусель, хотелось найти бесплатный вариант для начала. То есть мне не нужно этим пользоваться постоянно и профессионально. Поэтому задача была найти бесплатный способ сделать такую карусель. Итак, как же это возможно? Неочевидный способ, однако это можно сделать, воспользовавшись сервисом slideshare.net. Этот сервис позволяет размещать на сайте презентации в формате PDF и PowerPoint. Таким образом, что можно будет ее листать. То есть для того, чтобы разместить картинки в виде карусели, нужно для начала создать презентацию. То есть PDF-файлы или PowerPoint-файл. То есть берете все свои картинки и создаете из них слайды. Либо PowerPoint, либо, как у меня, соответственно, программу Keynote. Вставляете сюда те же самые изображения. И каждый слайд это будет одна картинка. Ну, любые картинки, соответственно, которые вам необходимы. Добавляете слайды, вставляете все картинки шаг за шагом. И когда добавлены все картинки, которые вы хотите видеть в своей карусели, вы сохраняете этот PowerPoint-презентацию, этот файл. И, соответственно, загружаете через функцию Upload на slideshare. После того, как вы загрузите на slideshare, у вас будет возможность этим управлять. Ну, давайте я покажу, в принципе, как это все выглядит в конечном итоге. Выбираем. Когда вы уже зарегистрировались, вы просто входите. И после того, как вы загрузили нужную вам презентацию, вы можете ее просмотреть, соответственно, и выбрать. Вот здесь есть My Uploads. Сейчас смотрим просто My Uploads. Выбираем. И здесь у нас есть кнопочка Share. Соответственно, есть код для ставки, есть код для WordPress'а и есть просто ссылка на эту презентацию. Выбираем код для ставки. Копируем его. Идем в создание сообщений на блогере. Ну, соответственно, здесь мы все удалим. Давайте сделаем новое сообщение, чтобы было проще создать сообщение. В код HTML вставляем данную презентацию. Называем сообщение, как это угодно вам. Здесь мы можем выровнять ее по центру. Здесь, соответственно, в самом сообщении вы пишете заголовок, который вам необходим. И здесь, как вы видите, есть ссылка. Ссылка на SlideShare. Вы можете ее оставить, разместив тоже под середине, чтобы было красивее. Либо вы можете ее удалить, это название, нажимать публикация и просмотреть сообщение. Посмотреть, как это выглядит. И теперь у нас фотографии, они идут не одна за одной, а в виде вот такой вот галереи с удобными стрелочками для перематывания. На самом деле способ неочевидный, но, как видите, очень эффективный. И самое главное, бесплатный и без необходимости установки скриптов, прописывания кодов и выкладывания ссылок на какие-то сторонние хостинги или файлов или скриптов на дополнительном хостинге. Тем более, что если у вас его нет, то это и ни к чему. Вот такой незамысловатый способ, как это сделать. Просто нужно научиться создавать презентации из своих картинок и вставлять их с помощью сервиса SlideShare. Спасибо большое этому сервису. Я надеюсь, что вам полезна была эта информация. Для меня это было открытие, поэтому с удовольствием делюсь. Хорошего вам дня. Успехов!